Совершенно не понимаю, что есть такое протопарто-делюкс. А в первую очередь это даже не идеальное качество, не сверхоригинальный крой и не сумасшедшие дорогие ткани, которые, кстати, отсутствуют в нашем протопарто-делюкс. Давайте будем откровенны. На большинстве своем они со стоков. А шерсть тканька живая, она вообще долго не может прожить. Она, если ее взять пятилетней давности, то в новом пальто дорогом она может начать сыпаться просто. Но она, да, она просто через какое-то время полностью теряет весь свой вид. Так вот, протопарто-делюкс – это не все то, что я перечислил. Это как бы его составляющие, которые, конечно, необходимы, но недостаточно. Самое главное, что это определенный объем финансовых возможностей. Вот когда у тебя есть возможность заявить о себе в глянце, на телевидении, не знаю, там, спонсируя какие-то шоу или участвуя в них, или еще что-то, да, вы понимаете, да, какой, в общем, должен быть объем финансирования бренда, заявить, уверить весь мир в том, что ты – это люкс. То есть в первую очередь все-таки. А остальное – это десятая часть, понимаете, расходов. На них можно и хороших дизайнеров нанять, и производство освоить, и все, что угодно. И ткани купить. То есть экономика во главе угла, то есть финансы, бизнес, если нету фэшн-индустрии, то это игра. Нет, она есть. У нас сейчас практически нет игроков, которые финансово состоятельны в нее играть. Играть по правилам фэшн-индустрии, понимаете, у нас не может быть отдельно внутри страны или там внутри Петербурга своей маленькой фэшн-индустрии, это смешно. Вот она вообще есть глобально, мировая фэшн-индустрия, и можно играть по ее правилам, либо не играть и быть аутсайдером. Те, у кого есть возможности в нее играть, как, например, у Дениса Семачева, он в нее и играет. Те, у кого нет таких возможностей, они могут сколько угодно рассказывать про модные дома, про тапорте-де-люкс, про ткутюр, что вообще, конечно же, странно, потому что ткутюр – это особое требование. И вообще говоря, ткутюр делают буквально вот несколько домов по пальцам, их можно пересчитать в мире. Ну и вот ткутюр, насколько я знаю, это высшая степень вообще владения своей профессией. Это, в первую очередь, модный дом в Париже. И технологии, и то, о чем мы только что говорили, что это должен быть дом, модный дом. Но даже огромный модный дом Валентина или огромный модный дом Армани, которые расположены не в Париже, а в Милане, они не являются членами ассоциации высокой моды. Они являются членами корреспондентами. Они делают ткутюр. Не от ткутюр, а ткутюр. Вот как интересно. Притом соблюдая массу требований по количеству моделей в коллекции, по объему ручного труда, по стоимости ткани, использованных в этой коллекции и так далее, и так далее. Вы понимаете, что у нас большинство дизайнеров, которые говорят, я делаю от кутюр, делая сразу же ошибку, говоря от кутюр вместо кутюр, они в большинстве своем даже не догадываются об этих требованиях. То есть они где-то что-то слышали, но сколько конкретно и чего именно, они не очень в курсе. Я думаю, да. А там ведь прописаны требования вплоть до того, сколько человек у них должно работать над коллекцией. И это тоже. С Прето-Порте-де-Люкс все проще. Там нет таких вот сложнейших требований, но там, понимаете, если от кутюр это имиджевая история, это когда у тебя совсем все прекрасно с финансовым положением, ты можешь делать от кутюр, показывая, скажем, создавая некую ауру, некую легенду своего бренда, чтобы продавать Прето-Порте, чтобы продавать духи, сигареты, вообще, честно говоря, все, что угодно под этим брендом. Ну, как, в общем-то, только как они и делают. Потому что это затратная история, да, она не приносит прибыли. И, в общем, как бы продавая в достаточном объеме, скажем, духи, да, как некий недорогой вариант, недорогая возможность прикоснуться к моде, да, потому что духи могут себе позволить все, в отличие, допустим, от платья от кутюр. Да, 30 долларов или 30 евро, они находятся в кармане у каждого. Да, и вот, понимаете, когда ты покупаешь духи Шанель, то ты как бы немножко прикасаешься к этой легенде. Это уже 80 евро, я так сразу поднимаю планочку. Все зависит от имени. Но, тем не менее, ты прикасаешься к этой легенде, и у тебя при этом может, естественно, не быть возможности даже, какие-то casual варианты, даже аксессуары от Шанель. Даже платочек можно не иметь возможности, потому что платочек тоже порядка 500-300 евро стоит. Так вот, представьте, от кутюр, да, эти платы стоят сумасшедших денег, да. И понятно, что, конечно же, как горячие пирожки, они не продаются, поэтому вся эта история делается только теми домами, которые финансово в состоянии себе это позволить, для того, чтобы вот создавать как раз-таки эту легенду, чтобы красиво продавать более дешевые товары. И, безусловно, продолжают эту легенду в том, что одевают в эти платья принцесс, королев, голливудских див на красной ковровой дорожке и прочее, пропагандируя себя в массы. Ну, то есть еще, кстати говоря, нужно иметь доступ к этим вип-клиентам или завоевать их внимание, привлечь их внимание, чтобы иметь хотя бы одного вип-клиента, говорить о том, что это тоже хотя бы протопарты делюкс. Опять-таки, даже не от кутюра. Кстати, мы имеем какой-то набор примеров, где используют звезды на этих же всяких каннских фестивалях и так далее, кстати, одежду не самых, не от кутюра. Правда? Безусловно. То есть брендов появляется масса новых названий, которые рекламируют опять-таки новые испеченные звезды. Скажем, ну, на этой же волне вообще и Дженнифер Лопес начала выпускать одежды на этой же волне, как только выиграла свои первые статуэтки в этом Грэмми, чернокожая эта красавица, о, господи, боже мой, певица. Ну, все, Бьонс. Бьонс. Тут же что началось? Оказывается, там вся семья занималась вышиванием. Опять пошел бренд одежды, духи, все что угодно. Вот видите, опять, да, даже в данном случае легенда. 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 Это еще один момент. Но, кстати, первая Духи Бьонс выпустила из Телаудер, между прочим, быстренько подкупив, так сказать, имя уже раскрученное, да, то есть еще и тогда. И только после этого уже Бьонс пошла в отдельное взятое, то есть опять-таки финансирование. Как только она получила возможность, то есть сначала она получила популярность и первые свои, да, гонорары, и только потом она уже почувствовала возможность, когда уже финансирует отдельно свой проект, точно так же, как и Дженнифер Лопес. Она многократно продавала свое имя, да, и только потом она стала развивать свой бренд. И Дженнифер Лопес на сегодняшний день, кстати говоря, на последних кинофестивалях и каких-то светских раутах, кстати, несколько раз появлялась в нарядах отнюдь не собственные фирмы. Безусловно. Нет, понимаете, здесь как раз вариант выстраивания легенды не через моду как таковую, не через дизайн, не через свое имя как художника. Это нормальная история, это как раз сродни Киры Пластининой, я, безусловно, не сравниваю голливудских звезд с Кирой, просто подача вот именно такая, да, то есть сначала создается какая-то оригинальная легенда, либо используется уже сверхпопулярное имя, и под эту историю начинается, начинается все правильно, с духов. Да, доступная для народа часть легенды. Да, да, и при этом как бы совершенно точно фэшн, правда? Потому что вот если выпустить с этим именем сигареты, как бы, ну, наверное, странно потом начать платье выпускать, верно ведь? Абсолютно. А вот духи прекрасное начало. Абсолютно. И главное, что по факту получается, что это не просто прекрасное начало, это прекрасное продолжение, потому что именно духи, и потом и будут приносить основную прибыль. А ведь Версачи, да, когда империя практически пала, опять начали привлекать уже, ну, уже Донателло, Версачи, да, чем, опять-таки, новые, актуальные, самые оригинальные запахи предложил Версачи. Возродил, можно сказать, это имя, опять-таки, посредством парфюма. Очень интересно. Спасибо. Продолжение следует...